Чуть-чуть будем скромнее. То есть один наш продукт я назвал пирожок. Лучше выйти с проектом, за который тебе стыдно. Часто вещи, о которых я говорю, людям кажется космос. Почему вы решили остаться в Азербайджане? Мы точно решили быть азербайджанским брендом. Надеемся, скоро услышим, что вы достигли миллиарда. То есть мы не хотим просто инвестора, который дает деньги. У нас есть деньги. Сто процентов. Что делает азербайджанская компания, основанная пять лет назад? Она помогает предпринимателям в короткие сроки собирать платежи через разные каналы. Терминалы, мобильный банкинг и электронные кошельки. Компания имеет сертификат стандарта безопасности в индустрии платежных карт. Бугарбей, еще раз здравствуйте. Спасибо вам, что уделили нам время, встретились с нами. Давайте сразу беседу начнем с вашего нового продукта, сервиса, с вашей такой новой успешной новости, о которой вы говорили. В чем она заключается и чем она поможет, в частности, интернет-покупателям? Есть такая платежная система Google Pay. Ее основная задача заключается в том, чтобы безопасно хранить данные банковских карт. И от того, что пользователей Android-телефонов большое количество в мире, преобладающие там более 60%, люди часто сохраняют данные своих карт в этом платежном решении. И после, там, где есть возможность оплачивать с помощью Google Pay, то есть они не добавляя банковских данных карт, совершают этот платеж. И мы с гордостью можем сказать, что мы в Азербайджане первые, кто запустили Google Pay с возможностью принятия платежей через веб-сайты и мобильные аппликейшены. Впервые с Вугаром Джафаровым, соучредителем и директором компании «ЕГЭМ» мы встретились три года назад, чтобы поговорить о сотрудничестве бизнеса и государства. Сегодня целиком наша беседа была посвящена формуле успеха, которая позволила стартапу перерасти в компанию с многомиллионным оборотом. В свое время я вам даже рассказывал, как мы в такси-сфере решили огромное количество проблем. Сейчас мы решаем другую проблему. Вы, наверное, часто слышали, что в такси, когда человек хочет оплатить карты, то есть заказы не принимаются, то есть они делают отклонения, то есть не принимают заказы, несмотря на то, что если вы пожалуетесь, такси-компания их заблокирует. Даже несмотря на эти риски, из-за того, что у них в кармане нет наличных денег, они должны заплатить за бензин, за ремонт машины, они домой хотят вернуться с деньгами, они отказываются. Мы делаем сейчас очень хороший проект по выводу средств сразу на карту водителя, то есть это будет корпоративная карта, привязанная к его банковскому счету, и как только будет происходить платеж со стороны пассажира, та часть денег, которая относится к водителю, будет автоматом попадать на его карту. И на этой карте будет огромное количество скидок, то есть он будет дешевле пополнять бензин, ему будут возвращаться кэшбэки, всякие проценты с его оплат в маркетах, то есть мы будем всячески промоцировать, чтобы эти люди использовали эту карту и даже не снимали деньги с этих карт. Юген, это стартап? Мы на самом деле часто не употребляем это слово, потому что у нас в стране немножко не так это понимают, у нас часто думают, что если это компания стартап, то это что-то новое и нельзя этому доверять. Если смотреть по терминологии мировой, то да, мы стартап, то есть мы компания, которая растет с большой скоростью. В прошлом году мы выросли в 4,4 раза, при том, что у нас задача была вырасти в 3,5 раза. Мы стараемся придерживаться этого темпа, и пока у нас есть возможность роста, добавления новых продуктов, выход на новые рынки, можно сказать, что мы стартап. Несмотря на то, что у нас там большой оборот, большое количество сотрудников. Вы можете назвать сейчас примерную стоимость вашей компании? Оценку компаний мы не делали, у меня в голове есть определенная цифра, но, то есть, чтобы назвать ее, я для этого использую со сторонней консалтинг-компании, которые по мировым стандартам IFRS делают оценку компании. Я могу, естественно, назвать примерный оборот, то есть на данный момент у нас в месяц уже оборот достигает 17 миллионов, и каждый месяц эта цифра растет. Наша задача в этом году перейти оборот 200 миллионов в год, и каждый год, то есть наша задача расти в 3 раза. То есть, если в прошлом году мы за год сделали 80 миллионов оборот, то есть этот год мы хотим зайти за цифру 200. И у нас как бы есть определенные шаги, после которых мы эту цифру пройдем. А вы привлекаете инвесторов? В данный момент не привлекаем. Фактически каждый месяц к нам поступают различные предложения о том, что купить нашу компанию, купить определенную долю в компании. Но, честно признаемся, у нас нет определенного опыта в этой сфере. И плюс в данный момент капитал компании позволяет реализовывать все проекты, которые мы придумываем собственными средствами. Поэтому в данный момент пока что мы тогда в ожидающей позиции, мы говорим, что мы открыты для переговоров. И если тогда привлечение инвестора, то есть мы не хотим просто инвестора, который дает деньги, у нас есть деньги. Если будет инвестор, у которого есть знания, и который знает, что с этой суммой можно сделать в 10 раз больше, то есть мы рассматриваем только такие кейсы. То есть у человека есть выход на иностранные рынки, он знает, как это развернуть в других странах, он знает, как это масштабировать, то такого рода инвесторов мы рассматриваем. Поглощения не боитесь? Боимся. Мы каждый день стараемся делать что-то настолько инновационное, чтобы это невозможно было повторить. Мы пытаемся пустить паутину по всем партнерам, по всем клиентам. Для нас очень важно быть с партнерами максимально слитыми, настолько, чтобы они без нас не могли продолжать свое существование. То есть поэтому мы делаем всякие нестандартные интеграции, все нестандартное. Поэтому мы думаем, что один из секретов успеха в том, что мы начинаем фактически, несмотря на то, что мы отдельная компания, работать на нужды наших клиентов. То есть полностью. Я думаю, что вы, наверное, слышали, мы недавно получили номинацию. Энстон Янг проводил конкурс. Лучшее клиентское решение. Лучшее клиентское решение. Я думаю, что эта номинация полностью нас отражает. В финале были представлены различные секторы. Однако больше всего участников было из отрасли производства, потребительских товаров и высоких технологий. Номинация «Лучшее клиентское решение» ушла в Угару Джафарову, основателю и директору компании ЕГЭМ, азербайджанской электронной платежной системы. Я думаю, что можно пожелать удачи всем участникам, чтобы они добились еще больших высот, чтобы о том, чего они достигли, знали не только в Азербайджане, но и по всему миру, и чтобы они прославляли нашу страну своими результатами. Продукты, которые мы создаем, мы часто их создаем для того, чтобы покрыть какие-то нужды клиентов, и уже клиенты вынуждены нас выбирать. А наша задача сделать так, чтобы этот продукт был максимально эффективен, чтобы клиент был максимально доволен. И у нас нет недовольных клиентов. Однозначно могу об этом сообщить. И мы всегда работаем на то, чтобы клиент с нами был на «ты». Вы начинали бизнес втроем? Да. Продолжаете втроем? Да. У нас трое партнеров. Мы все очень-очень разные. Я в свое время... То есть как это вообще произошло? То есть как объединились? Да. Значит, я случайно там изучал опыт какой-то компании. Если не ошибаюсь, это был Starbucks. И там про секрет успеха говорили. Я могу ошибаться насчет компании, но там учредитель раздал, значит, доли компании своим менеджерам. И после этого компания взлетела. То есть когда его менеджеры почувствовали, что они есть часть этой компании, они начали воплощать свои идеи, открывать новые филиалы, и компания начала расти с большой скоростью. И учитывая, что у нас... То есть мы делали все своими силами, у нас не было ни инвесторов, все мы делали за свои средства, то есть я решил, что это тоже может сработать. То есть один из моих партнеров, он лет 12-15 был директором девелопмент-департамента в Меликарте. То есть у него было много наработок, у меня был большой опыт работы с ним до этого. Один из моих партнеров, он был моим сотрудником. И то есть я решил, что если у каждого будет своя доля, то эффект будет такой же, так и произошло. То есть при том, что когда мы начинали бизнес, я параллельно работал в другой компании. Мой партнер Форис продолжал работать в Меликарте. Один из нас, он сказал, что нет, я нигде работать кроме ЕГЭМа не буду. И я думаю, что это секрет успеха, потому что каждый, когда параллельно занимается чем-то другим, очень сильно отвлекается и со временем бизнес забывается. Но вот эта модель, она сработала. И после того, как мы встали на ноги, начали уже зарабатывать деньги, мы ушли со своих других компаний и полностью посвятили себя ЕГЭМ. И как бы все идет у нас хорошо. И мы фактически вот с первого года работали в прибыль. Секрет успеха был в том, что мы держали свои расходы минимальными. За счет того, что мы работали где-то, мы не учитывали себя как расход. То есть мы за счет этого выжили и стали развиваться. Каждый из партнеров за что отвечает? Давайте я вам так аналогии скажу, так будет более понятно. То есть один мой партнер, он больше отвечает за оперейшн, частично, периодически принимает участие в продажах. Я его называю бульдозер. Почему? То есть он пока не добивается своего. То есть у него на пути лучше не становиться. То есть он все равно своего добьется. Он позвонит ночью, утром, вечером он придет. То есть достучится. До стучи, достучиться до своей цели. Фариз наш партнер, я его, так как аналогия с мерседесом. То есть он перфекционист, как Леонардо да Винчи, у него должно быть все четко, все работать там как надо. То есть даже те вещи, которые не видят клиенты, пока он не доводит это до совершенства, он не успокаивается. То есть он всегда всем недоволен, хочет совершенствоваться и прочее. Я себя больше ассоциирую к какой-то спортивной машине, там, Феррари. То есть на какие-то забеги, на какие-то дистанции, которые другим кажутся невозможными. Скорость. Скорость, да. Потому что часто вещи, которые я говорю, людям кажется космос. И до тех пор, пока мы не стали добиваться успеха, многие вещи, которые я говорил, даже иногда воспринимались смехом, там, насмешками и прочее. И даже егэм, я вам скажу, мы создали где-то из принципа. Потому что до этого я был директором одной компании, там, электронных кошельков. И когда я рассказал, что мы будем подключать отели, мы будем подключать такси, они буквально засмеялись. То есть им это казалось невозможным, что куда такси, у нас там черный рынок, не тот контингент, куда отели, причем тут отели. И фактически после вот этих вот насмешек разговоров и создали егэм. И через два месяца подключили нашу первую такси-компанию, которую мы, как говорится, боготворим до сих пор, везде их на первом месте держим. И подключили первый отель Галалты в то время. То есть не прошло и полтора месяца. У нас даже на руках не было нормального продукта. Мы его слепили из ничего. И когда мы смотрим, с помощью какого продукта мы подключили эти компании, нам смешно, да, если сейчас смотреть, какая у нас была презентация, какой был продукт. Но мы это сделали. И после того, как это все начало работать, мы увидели, что это действительно интересно. Нас это увлекло. И мы стали развиваться, привлекать все больше и больше компаний. Сколько лет у вас заняло вот это становление? То есть когда вы начали и сейчас вот пришли? Мы с 2017 года, сентября, нам как раз исполнилось 5 лет. 5 лет. Да, значит, мы с сентября 2017 года начали работать. Фактически с первого года начали работать в плюс. И каждый год у нас был огромный темп роста. От того, что те вещи, которые мы делали, то есть рынок был пустой, то есть всем это было нужно. Мы росли с огромной, скоростью. То есть там 20 раз рост, 30 раз рост. И вот в данный момент, как я вам сказал, последний год было 4.4 раза. То есть я думаю, что это рекордные показатели не только для Азербайджана, но и по миру такие темпы роста считаются там очень классными. Что сегодня наших предпринимателей беспокоит? Ну вот самое активное, что вот, насчет чего затрагивает именно большое количество предпринимателей. Это, конечно, доступ к финансам, то есть чтобы иметь возможность кредитоваться на хороших условиях. Это фактически тогда на первых местах идет. Второе, это именно налоговые вопросы, то есть изменение процедур и законодательства по налогам, связанные с НДС и прочее. И плюс... Таможня. Таможня, конечно, да. Но таможня, вот сейчас мы видим, тоже большой прогресс. Там тоже идет работа. Но вот фактически во всех сферах есть определенные ключевые факторы, которые затрагивают огромное количество частных предпринимателей. Оглядываясь вот на 2019 год, насколько изменилась ситуация и что сейчас необходимо между частным сектором и государством? Ну, с моей точки зрения перемены огромные. Хотя я помню, что когда этот процесс только начинался, то есть у нас многие люди, многие бизнесмены были настроены очень скептически и очень пессимистично смотрели на поддержку со стороны государства, на то, что все будет устаканено, все будет четко работать. И как бизнесмен я могу сказать, что если в то время, когда мы начинали, было огромное количество законодательных проектов, то есть часто люди опасались всяких там санкций со стороны государства, штрафов и прочее, то в данный момент бизнес может спокойно работать и у него будут совершенно другие проблемы в приоритете. То есть изменения налицо, то есть я вам могу четко сказать, что мы в данный момент в сотрудничестве с государством никаких проблем не видим и могу совершенно искренне сказать, что даже если какие-то процессы не поставлены, если госструктура не знакома с такими проектами, то сейчас попасть в любую госструктуру, встретиться с нужным человеком, описать проект и получить подтверждение на его реализацию стало намного проще. Это занимает определенные энергозатраты, ресурсы, но главное, что это возможно. Я могу даже привести в пример такси-компанию Bolt. Там почему сложности? Это международная компания и они хотели принимать деньги у себя за рубежом в Эстонии. Но они очень боятся нашего законодательства, так же, как и многие иностранные компании, то есть они первое, что читают в интернете, что это опасно, что там что-то произойдет и прочее. И они хотят гарантии, что завтра их не оштрафуют. Мы посодействовали этому процессу, мы написали письма в налоговую, сделали презентацию, встретились с нужными людьми, рассказали весь проект, объяснили, какая будет польза, получили очень детальный ответ, которым многим тогда очень сложно получить настолько детальный ответ над налоговой, то есть они часто отвечают тогда вырезками из законодательства, но мы получили очень детальный ответ, предоставили его компании, они свои консалтинг-компании его предоставили, консалтинг, кстати, Эрнстен Янг-компания была, они подтвердили нашу схему, что все ровно, все четко, и в ближайшее время уже оплаты такси, болт, будут уже идти не в Эстонию, а в Азербайджан через нас. То есть наличности их мы давно собираем, то, что деньги платятся водителю, водитель должен оплатить компанию, мы собираем. Остался только момент водителей, и в этом году мы это тоже реализуем, и уже деньги будут идти не за границу, а будут внутри страны оборачиваться, и только та часть прибыли, которую они захотят вывезти, только она будет выходить. Я думаю, что это большая работа, и мы такую работу часто проделываем, то есть с госинстанциями. То есть государство уже давно не помеха, я бы даже больше сказал бы, что сейчас помеха больше сам корпоративный рынок, то есть за счет того, что те вопросы частично решились, другие вопросы по работе с партнерами, с банками, то есть эти проблемы наяву, но они тоже все решимы, и да, это мешает нам росту, то есть я даже так скажу, да, вот тот рост, который я вам сказал, он мог бы быть еще больше, если вот сама система изменится, то есть мы часто ходим на форумы, встречаемся с банками, и мы везде все говорят про то, что насколько важны финтеки для рынка, то есть, но, к сожалению, пока что это больше разговора, на действии немножко это работает, пока что недостаточно хорошо, то есть мы ожидаем, что система сама изменится, сами партнеры внутри своих, допустим, банков сделают какую-то бонусную систему, поощрительную систему, тем сотрудникам, которые помогают финтекам развиваться, потому что те проекты, которые мы можем сделать за 10 дней, у нас растягиваются на 9 месяцев, на 10, на год растягиваются, то есть вот есть определенный предел для компании, то есть вырасти до среднего предела, в данный момент в Азербайджане, я думаю, что несложно, от того, что если ты видишь какую-то нишу, ты начинаешь в ней работать, ты начинаешь расти, а когда ты хочешь уже совсем вырасти, тут уже начинаются проблемы, тут нужна поддержка партнеров, банков, государства, вот тут у нас, к сожалению, есть показатели. Привлечение инвесторов с гениальными идеями, но здесь еще очень много внешних факторов, то есть какие сейчас тенденции, чего вы немного опасаетесь? Мы на самом деле опасаемся всего, у нас есть список рисков, да, и мы сделали определенные приоритеты в этих рисках, и пытаемся как бы и нас, и своих клиентов от этих рисков, которые вот приоритетные, максимально избавить, и одна из причин, почему нас выбирают международные бренды, они очень сильно обращают на это внимание, в отличие от многих местных компаний, которые пока не сталкивались с такими проблемами, и не знают, что это может произойти, то есть мы первая платежная, единственная платежная система в Азербайджане, которая имеет PCI DSS сертификат, это сертификат, требуемый Visa и Master для того, чтобы хранить данные банковских карт. Все наши продукты являются нашей собственной разработкой, поэтому мы очень гибкие в том, чтобы делать всякие изменения, подстраиваться под клиентов, и у нас есть возможность интегрироваться сразу к нескольким процессингам. В данный момент у нас есть интеграция, как к процессингу Азри карт, Меликарт, Паша процессинг, Капитал процессинг, и в момент, когда происходят какие-то профилактические работы, в момент, когда у какого-то процессинга происходит сложность и оплата не проходит, мы переключаем на другой процессинг, и отказоустойчивость системы у нас на более высоком уровне, чем если клиент отдельно пойдет подключиться к какому-то либо банку и его процессингу. На это очень сильно обращают внимание компании. И плюс наша задача в том, чтобы дать возможность нашим клиентам обслуживаться не только в Азербайджане, то есть у нас планы выйти за рубеж. В данный момент мы начали сотрудничество с банком в Джорджии, к сожалению, там тоже все идет очень пассивно, то есть у нас огромное количество клиентов, готовых к подключению в Грузии, в Казахстане, в Турции, но вот этот вот процесс, внутренние процессы, там внутренняя конкуренция и прочее, к сожалению, нас немножко отвлекают от этого. Вы можете в целом сказать по поводу того, что сейчас электронная экономика в Азербайджане развивается, в частности, благодаря такой компании, как ваша? С уверенностью можем сказать. Конечно, мы далеки от наших целей, далеки от развитых стран, но в плане темпа роста, я думаю, что это очень хороший темп роста, то есть у нас уже количество безналичных платежей на рынке более 30%, а наша задача в свою очередь, то есть мы боремся с наличными деньгами, несмотря на то, что через платежные терминалы мы их тоже принимаем, но мы с ними боремся, то есть мы делаем так, чтобы платить безналично, было более удобно, более комфортно. Вот пример отеля скажу, то есть если раньше отели боялись принимать оплату по картам, почему? Человек бронирует номер, через пять дней звонит и говорит, я не приду, то есть ему надо вернуть деньги. Они там пользовались функцией рефанд, это функция, которая возвращает деньги не сразу, за первоначальную операцию отель все равно платил комиссию, при том, что он ничего с этой операцией не заработал. Мы сделали хорошую функцию, там блокирование суммы до 30 дней, они блокируют сумму, человек не приходит, без проблем, за секунду деньги возвращают обратно без какой-либо комиссии, то есть клиент доволен, они довольны, клиент не звонит и прочее, и они спокойно стали принимать эти оплаты, им стало удобнее принимать карты, чем принимать наличностями, там говорить, подойдите к нам в офис и прочее. То есть на таком простом примере я могу сказать, что мы делаем так, чтобы бизнесу стало быстрее и удобнее платить без наличности, так они быстрее растут, они удаленно принимают оплаты, их география увеличивается и прочее. То есть однозначно прогресс в этой сфере будет продолжаться. Почему вы решили остаться в Азербайджане? Почему не развиваться где-то за рубежом, где есть больше возможностей? Я не скажу, что мы решили остаться в Азербайджане, но мы точно решили быть азербайджанским брендом. Во-первых, это наша родина, мы ее любим, мы любим и продукты, и мы любим людей, которые нас окружают, поэтому если когда-то и были у нас идеи того, чтобы сделать бизнес за рубежом, то есть когда человек немножко путешествует, он понимает, что нет, все-таки родина – это родина. То есть это наша мечта, чтобы мы как азербайджанский бренд стали международной компанией, и надеюсь, что скоро это произойдет, потому что мы уже работу в этом направлении ведем. И плюс мы знаем этот рынок, потому что если ты хочешь что-то сделать, ты должен знать, для кого ты это делаешь, зачем ты это делаешь, какие вопросы ты решаешь. То есть это как бы и логично, это и патриотично, и плюс как бы мы с близкими, с родными, с друзьями, есть с кем поделиться и порадоваться успехом. Сколько в целом у вас сотрудников? В данный момент у нас 18, если не ошибаюсь, но, так скажем, каждый год количество сотрудников прибавляется, поэтому мы скоро переезжаем уже в новый офис. Я боюсь, что мы и там скоро уже будем не помещаться, но, то есть уже мы спланировали и привлекаем хороших сотрудников с разных компаний. Могу с гордостью сказать, что редко от нас кто-то уходит. У нас отношение к сотрудникам такое, что мы хотим, чтобы они были лидерами, чтобы они свои идеи воплощали в жизнь. Мы готовы поощрять любого сотрудника. То есть у нас действительно атмосфера, как в семье, все расслаблены. Даже тимбилдинг у нас прошел так, что вот ребята, которые были на предыдущих тимбилдингах и говорили, что такого еще не было. То есть мы очень много смеялись, шутили. Атмосфера была просто замечательная. А где вы сами учились? Значит, бакалавр я заканчивал нефтяную академию на нефтяника. Магистратуру я заканчивал хазар тоже на нефтяника, петролиум инжиниринг. Но имел опыт работы в разных сферах, как вы и сами заметили. То есть у меня был и консалтинг, и HR. IT опыт очень большой, там система безопасности. От того, что я работал в консалтинге, я знаю там, очень хорошо разбираюсь и в финансах, и в юридических вопросах. Поэтому я думаю, что весь этот опыт накопленный, он очень помог в развитии нашей компании. А у вас есть коуч, ментор, то есть человек, которого вы слушаетесь, советом которого вы следуете? Так скажу, в институте моим учителем был Азад Халилович Мирджин Заде, это академик. Академик, да. Я очень жалею, что я познакомился с ним только в институте, там на третьем курсе. Он был в нашем заведующем кафедры. И я думаю, что вот это есть один из тот, из тех моментов ключевых, после которого все пошло в другом направлении. То есть я полностью переосмыслил жизнь, там, подход к ней. Но, к сожалению, после хорошего коуча, там, или кого-то, я не смог найти и только вот через интернет, да. То есть различные бизнесмены, разный опыт, там, различных, там, лидеров. То есть он очень вдохновил и... Кто для вас пример? Примеров у меня много. Эллен Маск мне очень нравится. То есть Икма очень нравится. Амазон. Даже многие не любят, допустим, основателя, там, Microsoft, что он там монополист и прочее. Я все равно считаю, что, то есть это люди, с которых стоит брать пример. То есть они делают невозможное возможным, вдохновляют. То есть изучив их опыт, то есть запросто можно внедрять это в повседневной жизни. Книги какие читаете? Художественную литературу практически не читаю, к сожалению. То есть недавно только прочитал одну книгу, нашел в ней себя. Это какая книга? Это Джек Лондон, Джек Лондон, Мартин Иден. Да, и вот все внутренние свои переживания и прочее. К сожалению, я нашел там и смог их описать. Был удивлен. Я после того, как описывал свое внутреннее состояние, то есть мне сказали, что вот почитай эту книгу, очень похоже на то, что ты говоришь. И там это я все нашел. Из-за недостатка времени там приходится в основном изучать именно специализированную область, которая касается бизнеса. Но в данный момент, честно скажу, что я все-таки вижу, что я очень сильно ушел в работу, поэтому немножко вот параллельно начинаю другие сферы тоже изучать. Но вот для бизнеса, то есть я всегда и сотрудникам советую, то есть я считаю, что, допустим, project management курсы обязательно все должны пройти. Не важно, они готовят еду на кухне, идут в магазин, работают в какой-либо компании, возглавляют ее, не важно, они должны этот курс пройти. Для менеджеров обязательно рекомендую там leadership, всякие курсы, потому что с этим у нас очень туго. И часто вот сотрудники бывают несчастные в компании из-за того, что те, кто ими руководят, недостаточно хорошо в этом разбираются. То есть если есть несколько уровней лидерства, то есть они находятся на базовом уровне. Ну и плюс общее развитие, то есть там глобальная экономика и вот эти все вопросы тоже очень важны. В целом стартап-движение в Азербайджане зародилось не так давно. Оно находится на этапе формирования, но уже есть громкие успехи. Правда, компания еще на ранней стадии существует на деньги разработчиков, но уже появляются люди с бизнес-опытом и пониманием венчурных механизмов. А это значит, что открывать компании и развивать их станет проще. А как баланс найти между профессиональной деятельностью и личной семьей? Как я узнаю, я сразу вам скажу, я не знаю. Да, так уж получилось, что работа, оно как дитя, оно поглощает полностью всю энергию из человека забирает, то есть ты начинаешь постоянно думать о работе, когда это твой собственный бизнес, то есть ты не можешь отдыхать, твои мозги постоянно работают среди ночи, то есть у нас в группах в WhatsApp круглые сутки идут переписки, я даже вот когда куда-то еду, я целый день в телефоне, и люди говорят, успокойся, положи телефон в сторону, то есть есть, конечно, с этим определенные сложности, пытаемся как-то балансировать. Супруга работает с вами? Не скажу, что работает, но очень сильно помогает, то есть она, так скажем, наш мини-штатный сотрудник, все, что касается административных вопросов, помогает, по рекрутмент вопросам, по вопросам дизайна, сейчас вот нового офиса, то есть у нее очень хороший вкус, в вопросах дизайна очень сильно помогает, то есть чем может, то есть тимбилдинг мы делали полностью, организация саппорт осуществляла, и пиар, то есть, допустим, на каких-то там передачах она может выйти, рассказать про наши продукты и сделает это даже лучше, чем я. Большое вам спасибо за интересную беседу. Вам спасибо. Успехов в бизнесе. Спасибо. 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 Спасибо.